Как вы знаете, на прошлой неделе мы с адвокатом Ильей Новиковым подали жалобу Верховный Суд на регистрацию кандидатов в президенты Владимира Путина. Мы подали жалобу на то, что Путин выдвинулся на очередной президентский срок, который в случае его победы станет для него минимум четвертым, ну а с нашей точки зрения вообще пятым, учитывая их договоренность с Дмитрием Медведевым, которую мы как раз обосновываем в нашей жалобе, по сути сохранившую за Путиным возможность принимать важнейшие решения для нашей страны и на весь срок пребывания у власти Дмитрия Медведева также. Мы исходим из того, что и четвертый, и пятый, и даже третий срок – это больше конституционного предела, который определен как два срока подряд. Надеюсь, что вы все со мной согласитесь, что три – это больше, чем два раза подряд. Что я хочу пояснить сразу по этому вопросу, прежде чем у вас будет возможность задать ваш вопрос. Идя на выборы, я обещала быть рупором всех несогласков. Это моя ключевая цель и мое ключевое обещание. И я его сдерживаю, я продолжаю быть этим рупором. И, как вы сами видите, в силу моей медийной, журналистской активности в прошлом, а теперь и политической активности, меня хорошо слышно. Те вопросы, которые я поднимаю на повестку, становятся важнейшими вопросами обсуждения в нашей стране. Я надеюсь, что благодаря этой жалобе этот вопрос также станет вновь обсуждаться. Этот вопрос не будет закрыт, этот вопрос будет вновь открыт к обсуждению в течение всей этой предвыборной кампании. Мы в данном случае использовали Верховный суд как громкоговоритель для того, чтобы мы жили как раз с этим ощущением, что конституционный предел был передел, что два раза подряд это не три, не четыре, не пять сроков, неважно в какой последовательности. Именно поэтому мы этот вопрос задали максимально громко. Второе. Означает ли это решение Верховного суда абсолютно ожидаемое для нас и, конечно же, показывающее, еще раз демонстрирующее необходимость прописанной в моей программе судебной реформы, показывающее просто то, что у нас нет независимой судебной системы. Знали ли мы, что Верховный суд вынесет такое решение? Конечно же, понимали и, конечно же, знали. Но я хочу обратить ваше внимание, что вопрос этот не будет закрыт, какое бы решение не принял Верховный суд. Я хочу напомнить, что у нас непрецедентное право в нашей стране, поэтому независимо от решения Верховного суда, которое, конечно же, было абсолютно очевидным и ожидаемым, вопрос этот не закрыт, мы просто еще раз его подняли. По сути дела, суд вообще не занимался вопросом, имеет ли кто-то право баллотироваться больше двух раз. Он просто не отменил регистрацию вот этого конкретного человека и в этот конкретный раз. Это не закрывает тему, а наоборот, эту тему открывает. Мы впервые ставим вопрос об отмене регистрации того или иного кандидата перед Верховным судом. И я надеюсь, учитывая следующие выборы, которые, надеюсь, будут в нашей стране, это вопрос крайне важный. Хорошо, что он поставлен. Теперь и другие люди, и другие кандидаты, которые не задумывались или боялись спросить, будут задавать этот вопрос. Я надеюсь, эти люди будут задавать этот вопрос как можно чаще. Третье. Несмотря на то, что формально только кандидат может оспорить регистрацию другого кандидата, я считаю это абсолютно несправедливым. Выдвижение кандидатов в президенты – это такое событие, которое тем или иным образом влияет абсолютно на всех жителей нашей страны.